Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики в очередной раз выложили рулетку на бомбические контейнеры. Целых 20 штук бомбических контейнеров как главная награда и плюс разные еще контейнеры в виде черных ящиков. Собери их все! Мега контейнеров, есть здесь мистики. Ну, помимо всего остального, то, что меня очень сильно интересует, это контейнеры огромный сюрприз. Почему именно они? Потому что из них выпадает какой-то из контейнеров на конкретный танчик. Ну и из этого контейнера вы себе либо забираете танк, либо забираете голды. Ну, правда, голды здесь маловато, допустим, за тот же самый К-91. Но все-таки гораздо больше шансы получить себе какой-нибудь танчик из этих контейнеров, нежели из других контов в нашей игре. В отношении стоимости рулетки. Ну, стоимость рулетки, прямо скажем, немаленькая. Здесь разработчики предусмотрели целых 51 прокрут. И общая стоимость рулетки, ребят, только вдумайтесь, 70 тысяч 19 голды. Бог с ними с 19 голды. 70 косарей. Плюс к тому, разработчики это все разделили на участки. По одному голдовому положили на определенные уровни. И суммарно здесь таких участков целых 7. Первый участок, то бишь до первого вот этого одного голдового, до 18 уровня, обходится в 8590. Я думаю, что можно смело крутить, как минимум, первый участок. Дальше резкое понижение. За второй маленький вот этот вот участок с 18 по 24 уровень с вас попросят 4715 золота. 6050 голды, а пойдется третий участок с 24 по 30 прокрут. Дальше идем на увеличение. С 30 прокрута и по 36 вроде бы несколько круток, ребят, но 8910. Согласитесь, не кислая такая себе прибавочка, а точнее убавка с вашей золотой копилки. С 36 уровня по 42 уровень обойдется в 12650. 16150 голды обойдется с 42 уровня по 48. Это самый дорогой участок здесь в рулетке. Ну и последний маленький участок в 3 прокрута обойдется вам в 12950. Всего лишь три раза крутнул, а 12950, практически 13 тысяч, пожалуйста, как с куста, вылетели из вашей копилочки золота. Что можно здесь получить? Если у вас есть какие-то талисманы, которые пооставались у вас с прошлых рулеток или с прошлых контейнеров, то ваши шансы вернуть час голды, безусловно, улучшаются. На моем счету сейчас 191280 золота. И я собираюсь крутить эту рулетку с умом, то есть идти не до самого конца, а буду смотреть, что рулетка мне дает, насколько в минус я ухожу, окупаются ли те танки, если они, правда, будут тем золотом, которое я потратил. Ну и вовремя буду останавливаться. Так что, ребят, не ждите, что данный прокрут будет прям на все 70 косарей. Хотя кто его знает, что сейчас рулетка мне даст и что я с нее получу. Поехали. Первый прокрут, 100 золота. Ну, давай. Стоит отметить, что здесь 10 контейнеров, которые вообще не интересные. Вот, допустим, вот этот вот контейнер с кастомизацией. Мне он, в принципе, не интересен абсолютно. Их целых 5 штук здесь предусмотрели, ребят. И плюс еще, ну, за 100 голды, то есть лаган, окей. Хорошо, согласен. Это еще по-божески. Слава богу, что не аватар какой-то. Ну и еще 5 контейнеров здесь лежит с анимированными аватарами. Я не знаю, кому нужны 5 анимированных аватаров. Ну, ладно, положили да и положили. Я так понимаю, что однозначно положили разработчики сюда эти 2 вида контейнеров для того, чтобы, скажем так, уменьшить ваши шансы на выпадение каких-то контейнеров годных, из которых можно действительно что-то получать. Черный ящик 1, но все равно приятно. Пока в минусе, если я правильно помню, на 250 золотом, а здесь получаю 300. Ухожу в плюс и плюс открываю черный ящик второго уровня. Ну, давай третий. Давай третий левел. Есть! Третий уровень и 600 голды сверху. Ха-ха-ха! Блин, да это классно! Слушайте, пока... Пу-пу-пу! Блин, микрофон заплевал. 800 голды еще добавляется. Возвращаемся назад и смотрим на мою золотую копилку. Так, забрать. 192 730. То есть я поднял, грубо говоря, сколько там получается? Полторуху. Нормально. Едем дальше. На полторы тысячи точно могу смело дальше крутить эту рулеточку. Ну, давай, родимая, не подкачай. Не подкачай меня. Мистик 1. Вот обидно, что каждый контейнер, он по одному выпадает. То есть нет такого, что 3 выпадет сразу, 5... Сколько у меня талисманов? Мама моя дорогая, еще 12 штук надо. Не насобираю. Явно не насобираю. Хотя, хотя, ребят, вот вам, вот вам, пожалуйста, 15. 15 контейнеров. Ну, открываем. 250 золотом. Ну, давай. Ну? Я! Блин, зараза. Ладно, смотрим, что я получаю. Явно аватарчик какой-то. Явно какая-то фигня. Вау! Топорище! Топорище викинга. Спасибо большое. Мне так надо, как дохлому припарке о корове седло. Поехали дальше. 350 золотом. Ну? Давай. Давай, заклинаю тебя, дай мне бомбические, и я сразу успокоюсь. Нет. Собери их все. Маловато будет. Маловато. Маловато королевства, разгуляться негде. По талисманам. Тоже лажа, как вы видите, 6 штук мне еще надо. Короче говоря, в отношении того, чтобы собрать талисманы и таким образом голды себе вернуть, сегодня явно будет не мой день. Но. Но давай. Давай мне. Огромный сюрприз. Нет, говорит, игра и говорит мне, бери, собери их все и радуйся, ГСН, что не аватар. Ах ты, зараза, блин. Не идет. Не идет. Нет, я понимаю, не дурак. Собери их все далеко не самые фартовые. Кстати, ребят, напишите в комментариях, что вам выпадало из Собери их все. Жирное что-то падало или нет. Потому что я знаю, что из Собери их все меньше всего танки выпадают. По крайней мере, по статистике ту, которую я для себя веду. Ну, понятное дело, сугубо условную. Где-то там у себя внутри в голове, а не эликселевские таблички какие-то. Но все равно. Я обратил внимание, что из Собери их все меньше всего дропаются танчики. Бумеранг. Положу рядом с топором. Пусть лежит. Пусть лежит. Соберу коллекцию аватаров и, может, кому-нибудь продам. Знаете, как фантики турбо в свое время можно было обменивать и продавать. Точно так же и аватары. Глядишь, кто-то полную коллекцию купить захочет. Но... Блин. Нет, ну, с другой стороны. С другой стороны, ребят, это я себя уже начинаю потихоньку успокаивать. Сатурн. Спасибо большое. Я себя потихоньку начинаю успокаивать тем, что хотя бы, хотя бы не за 3000 голды мне выпадает этот контейнер. Да, вот когда будет возможность забрать себе там образно, не знаю, там, огромный сюрприз или вот эту гадость, то я заберу гадость и совсем прям расстроюсь. А пока, в принципе, расстраиваюсь, но не так дорого. Ухожу в минус, ребят. Сто девяносто тысяч тридцать голды. То есть, получается, тысячу двести восемьдесят... Ну, тысячу двести, да, там, пускай. Я все-таки здесь уже в минусе. Но, родимая... Нет. Здесь ничего нет. Открываем еще один. Блин, падла, ну дай ты ж, блин! Ё-моё! Ну, давай мистический! Давай мистический! Угу. Хрен там. Они мистические? Шесть из пятнадцати. Так, пятьсот семьдесят пять. Следующий прокрут. Ну... Ну, давай! Ну! Блин! Да ну что ж ты за гадина-то такая? Поначалу... Бух ты, ёп! Перный ты балет! Скорпион G! Понятное дело, что эта великолепная тачка у меня в ангаре была, но я за него компенс получаю. Забираем! Вот вам! Вот вам и забери их все, ребят! Я опять в плюсе на две тысячи голды. Ну, по-моему, неплохо. По-моему, неплохо. Крутим дальше. Пока в плюсе. Пока хотя бы в минус не падаю. Но если бы Скорпиона G не было, то вот вам, пожалуйста, за, грубо говоря, там две тысячи золотом у меня была бы сейчас годная восьмерка. Открываем. Мистический сертификат. Мистический сертификат. Мистический сертификат мне не выпадает. Выпадает 100 золотом. Открываем. Ну, давай. Давай же ж ты. Блин, ну где? Где эти танки все? Один только пока выпал. Ну, ладно. Это я уже, наверное, грешить начинаю, да? Потихоньку. Сейчас боженька меня услышит. Скажет, ГСН, слышь, а ты часом не обурел? Так, забираем. 625 голды. Что мне принесут? Но. Давай. Давай мне три мистика сразу. Давай три мистика. Нет. Один только. Ну, ладно. Ну, родимая. Давай. 75 тысяч с ребром. Чтоб тебя, блин. Зараза ты этакая. 655 голды. Слушайте, адреналин, блин, из ушей уже льется. Серьезно. Наушники мокрые, реально. КАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА вернуть. Но, давай, поехали до 10-го левела. Нет, говорит, не поеду, не заводится совсем. Ну, окей, хорошо. 191 061, то есть, ну, грубо говоря, там на 220 голды я пока в минусе. Терпимо, терпимо, ребят. Пока, пока терпимо. Но! Но! Так, открываем. Что у нас здесь? Сколько мне еще надо? Еще надо 4. Понятно. Еще надо 4. Многовато. 850 золота. Давай! Ну, давай! Давай! Собери их все. Открываем. Талисман. И здесь у меня еще 3 талисмана не хватает. Ну, сильно. Сильно, сильно как-то, блин, много не хватает. Здесь 2 главное, да, и здесь 1. Тут, то есть, как минимум, 2 крутки надо сделать, даже если по очереди выпадать будут. Ну, и, соответственно, по мистикам тоже. 875 золотом. Потихоньку, потихоньку падаю в минус, ребят. Давай огромный сюрприз. Йо-хо-хо! Есть! Есть, родимый! Давай! Давай на что-нибудь, чего у меня нет. Пожалуйста. Но! Шкода Т56-я у меня присутствует в ангаре. Какая досада! Какая досада! Скорее всего, полторушка золотом будет отсюда. Нет! Нет! Падает Шкода и того хуже, потому что я получаю себе компенсацию, блин, серебром. Правильно? Ну, серебром же ж. Сейчас. Что внутри у нас? Открываем. А, нет! Нет! Золото. Ну, короче, что в лоб, что по лбу. Полторушка голды. Ну, ладно. Хорошо. Хотя бы не расстроился так сильно, как мог, потому что, если бы была компенсация серой, я бы сейчас, не знаю, повесился. Открываем. За один голдовый, дай мне за один голдовый 20 бомбических, и я тебя поцелую прямо в монитор. Ну, рулеточка, давай. Давай, удиви меня. Нет, не удивляет. Не удивляет меня рулетка. Все. Первый этап мы прошли. Итак, мы прошли, получается, с вами первую вот эту вот часть, да, первый участок до 18 прокрута включительно. Дальше у нас 19 прокрут. Суммарно мы потратили 8590. Это если стоимость самого вот этого участка брать, что-то мне там возвращалось и так далее. Теперь давайте посмотрим. У меня 190 240. При этом было 191 280. Грубо говоря, за тысячу голды я сейчас получил потенциально скорпиона, если бы его у меня в ангаре не было. В целом, я бы был безумно доволен. Считаю, что можем крутить дальше. Поехали. 890. Проходим следующий участок. Этот участок самый дешевый. 4715. Он стоит, если просто посчитать количество прокрутов и их стоимость. Поехали. Давай измистика мне что-нибудь. Да. Ладно. 500 золота. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Могло быть хуже. Крутим. 900. Ну давай. Есть. Два. Собери их все. Хотя бы не шлак какой-то. Это уже приятно. Талисман. Ну вот. Сейчас еще верну 1000. И буду, получается, максимально приближен к отправной точке. Что у нас здесь? 1000 голды и талисман. Окей. Хорошо. Забираем. Ну, приблизился. Плюс-минус как-то. 950. Давай, родименькая. Не подкачай ГСНа, пожалуйста. Насос заберу, зараза. Кто-то качает. Открываем. Анимированный аватар. Там годного ничего нет. Такого, чтобы можно было на что-то обменять. Ничего не найдете. Поэтому просто ни о чем. Просто открываю. Чисто для того, чтобы посмотреть, что мне выпадает. Ну. Ну, давай. Ну, выпади. Блин, ну, что ж такое-то, а? Я так понимаю, что сейчас на вот эти контейнеры с анимированным аватаром самый высокий процент выпадения. Сапожок новогодний. Ладно. Будет на елке болтаться в новогоднюю ночь. А что у нас, кстати, по шансам? Значит, смотрите. Контейнер с анимированным аватаром 21%. Именно поэтому сейчас он и падает. Дальше у нас может быть три черных ящика еще по величине процентов. Либо, либо это будет один черный ящик. А вот что касается главной награды, а именно контейнеров бомбических, то 0,27. Короче говоря, где-то там в конце рулетки плетутся эти контейнеры. Крайне-крайне маленькие шансы выпадения где-то в средине. Черный ящик. Ну, вот, пожалуйста. Хотя шансы выпадения большего количества черных ящиков были выше. Вот так вот, ребят, получается. Черный ящик второго уровня 200 голды. Открываем черный ящик второго уровня. 400. Забираю. 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 Кручу за один прокрут и на этом у нас второй участок заканчивается. пока в существенном минусе не нахожусь. В целом пока терпимо. Пока можно дальше рисковать. Ну, а блин, ажиотаж, честно говоря, все больше и больше меня засасывает туда. Так, 200. 200. Золотом маловато будет. Следующий у нас стоит 6050. Поехали. есть. Есть огромный сюрприз. Открываем его. Ну, давай мне на, не знаю, на, на тайпа 64. Ну, очень сильно хотелось. Галима. Галима, блин. 750 золотом косарь залил, 750 назад вернул. 250 в минусе. Едем дальше. Я не знаю, может, что-то поклацать здесь надо, блин, чтобы оно как-то поинтересней падало. Так, забрать. 59 паттон. Я ради этого дела, ребят, даже сейчас выйду, посмотрю, я просто реально не помню, есть ли у меня этот танчик в ангаре. В 6500 паттона, в принципе, можно оценить. Но, объективно, 1500, 500, 500. Это если по играбельности машины смотреть. Так, уведомление. Компенсация. Компенсация полторушка серебром. обидно, обидно, ребят. Жаль, конечно, что... Так, где моя танита рулетка? Это вообще неинтересно. Так, вернулись. 1200. Ну, потенциально, потенциально две тачки за, грубо говоря, 7000. Я личность... За 6, даже получается. За 6000 два танка восьмого уровня. В целом, если бы их не было, можно сказать, что удачно. Но для меня лично неудачно, потому что у меня эти танки просто были. Кстати, ребят, если у вас большая коллекция танков, то чем больше коллекция ваших танков, тем меньше у вас интереса крутить подобные рулетки, либо открывать какие-то контейнеры. Потому что вероятность выпадения повторки, ну, существенно выше, нежели у игроков, у которых пустой ангар. Нормальненько, нормальненько. Два мега-контейнера очень сильно удивлен, что они мне сейчас выпали. Что получаю? Получаю что-то! Что-то! Тысяча триста пятьдесят получаю, потому что талисманов как раз не хватало одного до того, чтобы забрать себе голды гарантированно. Ну и здесь ничего. Здесь ничего. 750 с золотом. Ну и на том спасибо. Уже, уже хотя бы не совсем ничего. Но удиви меня. Удиви меня, мистический контейнер. Удиви меня чем-нибудь, пожалуйста. Удивишь меня талисманом, которых мне еще два не хватает, блин. Вот это удивил, так удивил. Так. Последняя крутка за единицу в третьем участке. Что мне приносит? Приносит целых три мистических контейнера. Нормально. Значит, сейчас откроем мистик второго уровня. Давай. Раз. Так. Мистический контейнер второго левела. Ну давай, родимый. Давай. Да что ж ты гадина-то такая второго уровня, блин, попалась. Да, это, наверное, блин, одно из самых эмоциональных открытий контейнеров и прокрута рулетки, которые у меня когда-то были, блин. Не знаю, что меня сейчас так штырит, но, блин, для любителей адреналина однозначно подходит. Так, три черных ящика, ребят. Сейчас голда как посыпется, но нет, ничего нет. Ничего нет. Так, есть. Забираем. Закончились? Да, закончились. 1690. Четвертый участок у нас стоит 8910, грубо говоря, 9 косарей. Начинает становиться очень дорого и параллельно с тем, ребят, начинает становиться безумно страшно. В частности, меня пугает вариант того, что я все больше и больше ухожу в минус, в моем случае не окупаемый, потому что танчики, которые выпали, ну, как бы, не совсем то, чего хотелось бы. че тут у нас еще? 11, 11, не соберу точно из этой рулетки, как ни крути. Что у меня по шансам? По шансам у меня самые высокие шансы выпадения на черный ящик 3 штуки, потом дальше идут анимированные аватары. Все остальное такое себе, и здесь прям совсем галма, на бомбическе 0,44%. В два раза увеличился, но мне, честно говоря, от этого что-то как-то не сильно-то и легче. Сорянчик, пока взводом играть не могу. Вот так вот, собери их все, один контейнер. Да, на удивление, на удивление, два танка, которые выпали, были как раз и собери их все. Это меня прям действительно очень сильно удивило. Сейчас будут аватары, нет? Повезло, как мне повезло. Третьего уровня сразу дает контейнер. Давай до десятого дойдем. Родимая моя, ну, давай. 600, блин. Ладно. Следующий. Блин. Вот же ш... Да что ж за шляпа-то с пером такая, а, происходит. Забираем. 1990. По-моему, это последний прокрут в этой секции. блин. Ну, слушайте, прилично я уже в минус ушел. Ребят, очень прилично ушел в минус. забираем. Забираем. Тоже ничего. Ну, где мистические сертификаты? Хотя бы один, блин. Хоть на коллекционку какую-нибудь задрыпанную десятого уровня. Можно как-то, я не знаю, подогреть хоть немножко. Так, последний прокрутик в этой секции. Два, собери их все. Ничего. еще целых три надо. Так, секция закончилась. Дальше, ребят, вопрос очень сложный. Следующая секция стоит 12650. По шансам выпадения бомбически поднялись аж до 0,60. Огромный сюрприз 14,5. Черные ящики, из которых не сильно-то и падает, будет неокупаемость однозначно. Собери их все. Ни о чем, скорее всего. Мега контейнер. Ну и здесь здесь даже не знаю, ребят. Если позволите, я на секунду открою свой калькулятор и посчитаю. У меня было 191,280 и я минусую 178,313. Итого у меня получается я сейчас в минусе, так, чтобы вы понимали, на 12967. То есть по большому счету я грубо говоря, купил себе с неплохой скидкой или просто в виде набора 59-го Паттона и взял себе Скорпиона. Вот так вот, ребят, получается. Не знаю, не знаю, честно говоря, что делать, что делать. Ну, бог с ним. Давайте, давайте немножко покрутим. Если сейчас при 170 тысячах остатка я не поднимаю, то есть я дохожу до 170 тысяч, дальше я останавливаюсь. Не вижу никакого смысла крутить дальше рулетку. БЦ Бурасик есть у меня такое. 100 1500 точнее. Забираем. Ну, невыгодно. Невыгодно, потому что стоимость прокрута компенсация этой явно не перекрывается. Еще один огромный сюрприз и СТРВК. Ну, здесь поинтересней будет, потому что если стерва выпадает, хотя бы пятерка голды возвращается. Стерва у меня есть. поэтому что выпадет, что не выпадет. В принципе, до лампочки 5000. 5000. Забираем. 180 тысяч на счету. Сколько еще прокрутов в секции? Посмотрю. Секунду. Так, три прокрута в секции, но дорого. 6, 7, ну, 8 тысяч, грубо говоря, мне эти три прокрута обойдутся. Ладно, поехали. Обещал вам, что до 170, подспущусь вниз. Так, давай мега-контейнер, может, хотя бы ты меня порадуешь сейчас. Вот так вот, ребят, получается. Т-45. Шкод, который мне не нужен, но выпал хотя бы. Хотя бы выпал. Хотя далеко не самый лучший танчик, компенсацию получаю серебром, ну, ладно. Не знаю даже, как эту математику считать, хорошо это или плохо. пишите в комментариях, насколько вы считаете удачным мое открытие. Потому что я его пока удачным, честно говоря, не считаю. Я в существенном минусе и в моем конкретном случае ничего отсюда не получил. Забираем. 2.650. 2.650. Что принесут? Ну. Три контейнера. Черный ящик. Третий уровень. Третий уровень дает мне шанс пойти выше. Есть. Четвертый уровень. Пожалуйста. Пожалуйста. Блин. Ну что ж ты за гадина-то такая. Почему выше мы не полезли? Почему не начали подниматься вверх? Триста. Триста. Было у меня недавно видео с огромным количеством открытых бомбических контейнеров и там просто ужас творился. Поэтому я уже не знаю, хочу ли я идти до этих контейнеров и хочу ли я их получить. Потому что что из них повыпадает одному богу известно. Тут, короче, все что угодно. Тут и танки и не только танки. И вот в основном там падали далеко не танки. Две семьсот пятьдесят. но, ну дай почему же так, блин? Сто золотом. Серьезно, заплатить, блин, почти три тысячи за сто золотом. Один голдовый. Что ты мне принесешь? Класс. Просто супер. Вот это принес так принес. Я в шоке, честно говоря. Ребят, что могу сказать? На данном этапе я останавливаюсь. По одной простой причине. Потому что количество танков, которых у меня нет, никчем, но маленькое. Количество танков, которые могут мне выпасть гораздо больше. Плюс к тому, если считать дальше, то вот этот участок мне обойдется в шестнадцать тысяч сто пятьдесят. А последний вот этот участок обойдется мне в двенадцать девятьсот пятьдесят. Я не готов тратить голду, которую собираю просмотрами рекламных роликов, проходя ивенты, а еще получая в дар от своих друзей и зрителей на то, чтобы просто слить в унитаз и понимаю, что не особо-то здесь мне дальше и фартанет. Отсюда мне не фартит вообще, по одной простой причине, потому что здесь крайне мало машин, которых у меня нет в ангаре. В отношении бомбических контейнеров, если посмотреть на данные контейнеры вот хотя бы просто даже из списка танков, то здесь у меня нет КПЗ-50Т, здесь у меня нет Раундпанзера, который, в принципе, могу просто купить, когда его выставят на продажу. Могу взять себе Лансена, могу взять себе Объекта, короче говоря, из ценного, ну вот реально из ценного, только КПЗ-50Т и Уничтожитель. Все остальное у меня либо есть, либо мне не надо, и я это потом куплю себе абсолютно спокойно. Если говорить о всем остальном, что отсюда выпасть может, так уж тем более, не вижу никакого смысла собирать себе все вот эти бустеры и сертификаты на свободный опыт. Поэтому особой ценностью, с учетом стоимости дальнейших прокрутов, главную награду в рулетке я не считаю. Напишите свои результаты по открытиям, мне будет интересно почитать, возможно, кому-то позавидовать. И помните, ребят, крутить рулетки надо с умом и надо уметь вовремя остановиться. Я решил остановиться вовремя. Стартовал со 191280, заканчиваю на 175762 голдовых. Что это в разнице? Если кому-то это интересно и не хотите тянуться за калькулятором, то сейчас я для вас это посчитаю. 762, того получается. Я в минусе на 15518. набрал всякой лабуды, получил себе 3 танка и, если говорить откровенно, я не могу оценить эти 3 танка в ту стоимость, за которую они мне обошлись. По крайней мере, скажу вам так, если говорить конкретно о том же самом паттане, то хорошо, пускай там округлим до 6000. Если мы будем говорить с вами о скорпионе, то пускай 8, того получается 14. Ну и в нагрузку дали Шкоду, которая мне в принципе ни к чему. Поэтому не считаю, что скажем так, окупился уж точно нет, вышел в ноль, ну разве что, если бы всех этих трех танков в моей коллекции не было. Тогда да, тогда был бы в нуле и возможно дальше рулетку крутил бы. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам друзья мои желаю искренне мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры